Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Доброе утро! Прекрасная зимняя, невероятная зима у нас в этом году, просто чудесная, да? И чудеса происходят вокруг, потому что, на самом деле, у нас сегодня в гостях уникальный человек, мой друг, и я испытываю колоссальное удовольствие, потому что этот человек для меня является примером, примером в своем невероятном стремлении стать лучше. И сегодня мы говорим о том, зачем человеку учиться. Андрей Парабелло в нашей студии писатель, бизнесмен, бизнес-коуч, бизнес-тренер, рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Привет, Андрей! Да, доброе утро! Рад вас видеть. Взаимно, взаимно. Вот жизнь идет. Я смотрел в телефон, знаешь, уже там не очень хорошо видно. И при этом, при всем, и в тебе, и я стараюсь смотреть вокруг мир, и тоже стараюсь постоянное стремление становиться лучше. Откуда оно в нас с тобой живет? Почему оно в тебе есть? Зачем оно тебе вообще? И вот давай поговорим вот сегодня, вот эти вот коротенькие 45 минут, как человеку действительно не забыть, не застрять, а постоянно развиваться. Ну, если мы с точки зрения экзистенциальной об этом поговорим, то на одном из курсов, которые я прохожу в Йейлдском университете, нас обучали, что есть три вида счастья. Одно счастье – это pleasure. Это вот кайф, который мы ловим от покупок, от хорошей жизни, от вкусной еды и так далее, и так далее. Проблема с этим счастьем в том, что, ну, первое – приходящее, второе – там есть закон убывающих возвратов. То есть, от первой сумочки ты можешь радоваться очень сильно, а от шестой уже как бы не очень. От 11-го айфона уже. Да-да-да, уже не так сильно. Вот. Это счастье с точки зрения удовольствия. Следующий уровень счастья – это с точки зрения потока. Это о том, что говорил Михейчин Хемихайль, вот он, да, тяжело выговариваю фамилии. И когда ты в потоке, когда время пропадает, когда ты занимаешься тем, что у тебя хорошо получается, то есть, ты качаешь свои сильные стороны. И продолжая качать сильные стороны минимум раз в неделю, лучше раз в день, у тебя включается состояние потока, и ты из него не выходишь и получаешь другой кайф. То есть, ты как бы заходишь, провалишься, время уходишь. Да, это уже такой трёхмерный кайф. И это возрастающий тренд. Да, здесь, ну, то есть, нет убывающего, здесь, наоборот, возрастающий. И третье счастье – это жить… Есть только понятие meaning, да, если есть смысл жизни. Если вы нашли смысл жизни, вы нашли свой путь. Ну, то есть, смысл жизни с точки зрения запада, путь с точки зрения востока, и вы на нём живёте – это другое счастье. Наполненность, осознанность. И самый кайф, когда ты все эти три можешь проживать вместе. И вот тогда ты прям получаешь… Ты научишься смаковать, учишься послевкусие придумывать себе, и, естественно, хочется быть лучше. Где тут вот обучение, развитие? Вот куда его прикручиваешь? Ну, вся сейчас западная цивилизация идёт по методу lifelong learning. То есть, что мы учимся всю жизнь. Всю жизнь чему-то новому, всю жизнь чему-то интересному. Всё время находим какие-то новые для себя горизонты, с новых сторон. И когда ты понимаешь, что ты совсем не эксперт, и надеваешь обратно шляпу новичка, то энергия другая. Энергетика другая. Хочется жить, трудиться, ошибаться, опять находить какие-то новые способы расти. Слушай, ну вот раньше было всё понятно, да? Школа, институт, работа, пенсия. То есть, в 20-м веке была такая одна пиковая петля обучения, да? Сейчас 21-й век. Мы говорим уже сейчас, ну, допустим, я, да? Предприниматель, потом банкир, сейчас тоже бизнес-тренер, бизнес-коуч, там всё остальное. Это получается, у меня уже три петли. То есть, минимум 2-3 сейчас у людей. Семь. Семь петель. За жизнь сегодня, в 21-м веке, человек меняет семь. В среднем. В среднем. Семь. Семь отраслей. Семь раз он меняет направление движения. Но ведь надо быть не лохом, прости меня. Надо что-то же достигать, какие-то вот эти пиковые моменты. А это значит, ты должен быть профи. Как успеть? Ну, во-первых, есть механики, как больше всего успевать. Скоро, чтение, да, там всякие. То есть, это раз, учиться-учиться. Учится в правильной среде, находить там, где по шерсти, а не против шерсти. Делать больше того, что нравится, и меньше того, что не нравится. Потому, что делать больше того, что нравится, ну это понятно, это как бы азбука, все это знают. Но вот, как делать меньше того, что не нравится? приходится тратить денег, чтобы кто-то другой это за тебя делал, чтобы кто-то другой, не знаю, вовремя вставал, отвечал на телефон, занимался бумажной работой и так далее, и так далее. То есть делегировать. Но, к сожалению, вот некоторые вещи делегировать не получается, если можно было кому-то заплатить, чтобы он за тебя накачал пресс. – Или поспал. – Или поспал, да. Это было бы гораздо круче. – Слушай, вот помнишь, может быть, как раз, капитализм – это мало лет, 20 лет в России. – Да, 27 лет самая старая компания. – Да, да, да. И вот получается, что тогда пришли западные техники, технологии, менеджмент, понятие «мишн» человека. Сначала «мишн» и «вижн» организации, а потом мы как-то начали это применять к человеку, миссия, видение человека. Вот скажи, пожалуйста, про себя, самый лучший пример как бы… – На личном примере. – На личном примере, да. Вот у тебя есть какая-то своя миссия, своё видение, план? – Конечно, естественно. – С чего начинать? Нас смотрит вся страна, весь русскоязычный интернет, и люди многие вспоминают о том, что сегодня, ах, уже там, какой сегодня, 12 февраля, блин, Новый год был недавно, я хотел себе план поставить, забыл, с чего начать и как прийти вот к той высокой, или наоборот, оттуда сюда. – Ну, опять, есть несколько разных механик, на вершину горы есть много разных путей, как говорят, правда? Я, например, прошлый год начал с того, что я уехал на три недели и спокойно, без людей прописал не только миссию видения, ещё правила жизни, которые в компании, по которой сейчас все сдают экзамены… – Я прошу прощения, вот смотри, получается, что технология такая. Мы там приехали куда-то, так, или там жене говоришь, слушай, дорогая, я пойду, попишу миссию свою, достал ноутбук, сел, за пять минут написал, ушёл. – Ну, наверное, не так, да? – Не за пять минут. – Как вообще это происходит? – Ну, миссию за пять минут не напишешь, и она кристаллизуется месяцами, если не годами. – Ну, как подходить к снаряду? – Ну, посадишься и пишешь. – То есть, нет секретов? – Нет секретов. – То же самое, какой секрет скорочтения? Ну, садишься и читаешь, вот и все секреты. Но фишка в том, что здесь нужно понимать, зачем ты. Вот если есть понятие, зачем ты, тогда миссия напишется, тогда ты уже думаешь, так, хорошо, а миссия для кого? Потому, что есть разные миссии. Есть миссия с точки зрения клиентов, есть миссия с точки зрения рынка, есть миссия с точки зрения команды. – Процессов, людей. – Да, ну и так далее. То есть, надо прописать несколько и посмотреть, что зато резонирует. – А вот зачем ты, это что? Про смысл жизни? – Ну, да, зачем? Я делаю то, что я делаю. Если есть смысл… В Японии отличное слово «Ikigai» называется. Это причина вставать утром. И если его нет, то люди почему-то раньше умирают. А если он и есть, то… – Слушай, вот если бы мы с тобой провели социологический опрос, вот сейчас в Докторском проспекте спросить, скажите, пожалуйста, вот зачем мы сегодня проснулись? 90% ответа… – Выше 100 людей не отвечали. – Ну, было бы там, на работу, надо, там, и ещё остальное. А какой здесь ответ, который действительно помог бы человеку заглянуть внутрь себя? И как к нему тоже подходить? – Ну, мне кажется, ответ в разрезе миссии должен быть больше, чем ты. То есть, это не должно быть про тебя. То есть, не заработать миллиард, не стать принцем или королём, да, и так далее, не купить свой остров. Ну, то есть, не какие-то конечные вещи, которые связаны именно с тобой, с твоей жизнью. А что ты для других… Ты какой след после тебя хочешь оставить? Что ты хочешь сделать для других? То есть, о чём ты? Это становится понятно. То есть, если ты вот об этом, тогда в разрезе миссии начинаешь смотреть на свою жизнь. И ведёт ли твои ежедневные действия, тебя ближе к миссии делают или дальше? – То есть, получается, что миссия человека – это некий такой как бы… – Маяк. – Маяк, да. И к нему, наверное, подключены такие провода от тебя идущие, которые ты её постоянно подпитываешь энергией. – Которые дают энергию. – И она в две стороны, да? И ты, когда идёшь куда-то, думаешь, так, а мне туда вообще или нет? То есть, это так примерно работает? – Ну, примерно. Потому что дальше от миссии, ты вот, например, как год планировать, да? Мы от миссии говорим, хорошо, вот из этой огромной миссии, которая больше чем… – Там 20 лет вперёд. – Больше, чем жизнь, да. – Да. – Что я из этого хочу и могу сделать в следующем году, чтобы меня зажигало, чтобы давало… – То есть, прямо опускаешь вот сюда, в жизнь. – Да, прямо в что-то, вот, какая-то цифра. У нас есть, например, у нас как у компании есть цифра, к чему мы идём, что мы хотим, да? И мы понимаем, ага, если мы вот про эту цифру, столько-то денег мы поможем экспертам заработать в этом году, мы то, что сегодня делаем, ближе нас делают или дальше. И дальше это всё-таки декомпозируется на задачи, на программы, на проекты. – Ну, там же пошёл процесс планирования. Скажи, пожалуйста, вот взять два… Ну, я понимаю, что нет одинаковых людей. Ну, принципиально. Вот представьте себе, у нас была такая возможность. – Вот мы с тобой эти, как в каком-то фильме, не помню, там они с блокнотиками ходили в шапках, эти ангелы. И вот этот человек, его раз раздвоили, да, вот в какой-то точке жизни. И одному дали миссию, а второй продолжает жить, как жить. Вот эффективность, что в них кардинально разного? – Ну, мне кажется, что далее, что нет, ничего не поменяется, пока человек сам не возьмёт. – Ага. – Потому что это не внешний ресурс, а внутренний. То есть, ты пока ответственность за свою жизнь на себя не возьмёшь, и пока не скажешь, я про это, не надо мне ничего давать. И, кстати, самое интересное, тяга к халяве уходит, потому что не надо ничего бесплатно. Я знаю, что я хочу, я знаю, о чём я, и я туда иду. Всё остальное – белый шум. И ты начинаешь убирать из своей жизни всё, что не относится к главной теме твоей жизни. И всё. – Супер, супер. Дальше. Вижн. Мишин – вижн. Вижн нужен? – Да, обязательно. Нужно понять, а теперь кто ты в этой миссии, ты вообще, ты кто будешь? Идеальный, вот как в компьютерной игрушке качают персонажа, – Там защита там. – Да-да-да, вот какие, что тебе нужно, какие внутренние качества надо прокачать, какие черты личности, которых у тебя не хватает, где ты делаешь ошибки, какие твои слабые стороны. Может быть, даже как одна из задач, например, что ты не видишь в себе? – Я помню, помнишь, мы с женой, она тебе привет передавала. Сидели как много, слушай, Ром, Андрей написал, напишите, какие у меня слабые стороны. Ничего себе. Говорит, ему не страшно, а если ему кто-то напишет. – Ну и пишут, ну как бы и нормально. – Это тебе помогло тогда? – Да, конечно. – А это не является душой на распашку? Это можно так делать? Нужно? – Ну, я, во-первых, самое главное – это свои сильные стороны посмотреть. Первые две ты знаешь, а вот третья, она всегда фоном, ты часто не понимаешь, что именно это твоя сильная сторона. Поэтому, когда смотришь… Не зря же во всех крупных корпорациях. Есть такое понятие «ревью-360», когда тебе все дают обратную связь, и подчиненные, и коллеги, и начальники, клиенты, кто ты, как ты этот год прошёл у тебя. И когда ты смотришь на себя другими глазами, это ещё одно мнение. Это показатель, что поменять, куда расти. А может быть показатель, что ты пытаешься куда-то влезть, где ты не ты, где ты собой не являешься. Надо просто перестать этим заниматься. Вместо того, чтобы что-то делать плохо… Не обижаться на людей, что они тебе это говорят. Наоборот, разобраться в себе. Ну да, что вместо того, чтобы делать что-то плохо, можно либо начать делать это хорошо, либо перестать это делать. Круто. Окей. Дальше. По классической структуре. Mission Vision. Представили. Надели на себя этот экзоскелет какой-то красивый… Да. Тебе нужно понять, как идти туда. Да. Ну, мне очень помогло, один из моих менторов объяснил на систему роста в любой категории, что есть три… Ты когда делаешь планы или строишь мечты, ты раскидываешь их на три части, на три ведра, так сказать. Первое ведро – это база, то есть тебе нужно, ну какие базовые вещи тебе нужны. Второе – улучшение. Третье – идеал. И ты весь свой vision расписываешь из точки А в точку Б по этим трем вещам. И пока ты базу полностью не закроешь… Не можешь туда. Ты можешь что-то одно прокачать на следующем уровне. Но фишка в том, что как только ты перепрыгиваешь, ты сразу скатываешься. Это как ступеньки. Если ты через ступеньки прыгаешь, ты когда-нибудь подсказнёшься. Здесь задача сначала полностью закрыть базу, потом полностью закрыть улучшение, и дальше оно сдвигается. То есть у тебя идеал становится следующим улучшением, и ты придумаешь новый идеал. Слушай, а база – это вот, по сути, пирамида потребностей домословно, вот эти вот несколько первых рядов. Ну да. Это вот, ты просто смотришь хорошо. Вот по всем, не знаю, двенадцати ресурсам моей жизни. Что такое базовое, то есть у меня на уровне базы, что такое дружба, что такое любовь, что такое экономика, что такое работа. То есть ты берёшь и по всем ресурсам прописываешь. Базово я хочу быть здесь, в идеале я хочу быть вот там, а улучшение, следующий уровень, следующая ступенька для меня – это вот это. Слушай, чем дальше идём, тем сложнее становится. Ну вот вопрос. А вот без этого всего можно быть успешным и счастливым? Конечно можно. Ну то есть можно просто вот… Помнишь, как в каком же мультике было? Какой наш секрет счастья? Мы тупые. То есть можно не качать интеллект и не понимать, как можно по-другому. То есть просто не понимать и просто жить. И тоже быть в моменте. Если жить в моменте, то всё уже хорошо. В русском языке мне потрясающе нравится наш язык, потому что такие вещи, которые в словах, такой смысл в словах – настоящие. Оно единственное настоящее. Оно здесь. И ты когда в настоящем, то в прошлом нет счастья, и в будущем нет счастья. Всё только сейчас. Слушай, а вот курточка очень прекрасная у тебя. Да, это я вот только из Оксфорда приехал. Нет, из Кембриджи, извините. В Оксфорд-Марте поёт. Скажи мне, пожалуйста, вот в эту всю систему обучение является одним пазлом или оно является осью, Это на уровне… Тут фишка в чём, что когда у тебя учиться не получается, для тебя это рационализация. Для тебя это на уровне рационального, тебе это надо. И тебе это тяжело. Ну прям реально тяжело. Люди страдают. Типа зубритность. Люди зубрить ходят на лекции непонятные. В общем, им это тяжело, они не понимают как по-другому. Как только ты прокачаешь свой ритм обучения, найдёшь учителя своего. Как если в школу вспомнить, были же предметы, которые были крутые учителя. Училка была классная. И прям вообще училась легко. Да, да, да. Были предметы, которые были не очень учителя. И прям вообще не хотелось учиться. Правильно? А здесь фишка, что ты хочешь. Когда ты включишься, что я хочу, не надо учиться, а хочу учиться. Вот это становится драйвером. Я помню, ты человек, который читает огромное количество книг. Это твоя внутренняя привычка. Но когда-то с чего-то это началось. Вот у человека, у которого нет. Вот с чего это вот сначала? С того, где находишься. То есть любая точка. Хотя бы по одной книжке в месяц читать. Ну столько, опять, повышаем по градиенту. То есть если говорить про ускорение чтения, например, то начиная с сотой книги по определённому предмету, ты начинаешь читать быстрее. Почему? Ну потому что ты тупо уже сто прочитал. А пока ты не набрал свои сто, ну будешь читать медленнее. Тоже ничего страшного. Да, просто тебе нужно вникнуть, понимать всё. Опять в «хочу». Если это из-под палки, оно не работает. Либо надо через привычку это встраивать. Это просто как чистить зубы. Просто надо прочитать 20 минут в день. Всё, идёшь и читаешь. Надо как прогуляться 20 минут в день. То же самое. Либо это делаешь через «хочу». Например, у меня давняя мечта. Я хочу поучиться во всех самых крутых университетах мира. И я понял, что я моложе не становлюсь. Надо когда-то это начинать. И в прошлом году я поучился в Стэнфорде. Меня приняли в Гарвард. Я поучился в Гарварде. В гарвардской бизнес-школе даже. Я поучился в MIT. В этом году я вот только что приехал из Кембриджа. И у меня впереди Оксфорд. И дальше ещё нужно будет два университета, Ельский и Принстонский. И я вот свою великолепную семёрку закрыл. Это же не просто копилка, да? Мне интересно. Мне просто безумно интересно. У тебя очень интересны люди. Совершенно другая точка зрения. Совершенно другой подход к миру. И ты понимаешь, что ты маленький. Ты идёшь туда, как бы ты многое знаешь, а ты приходишь и понимаешь, что ты знаешь прям очень-очень немножко. И какой-нибудь простой профессор из Гарварда, такой сидящий в джинсах. Я помню своё первое впечатление. У меня был, правда, самый простой UA, университет Анкоричев, Аляска. Когда я после, в 1998 году приехал и, ну, обычное классическое российское обучение, да, там огромные парты, грязно, холодно, там, профессор заходит и сидишь там. Приходит чувак, спокойно в джинсах, как в светорочке садится. Тут сидит в холодильник, кофеварка. Говорит, ну возьми что-нибудь перекусите, там, я буду вам рассказывать. И у тебя меняется слом пардим. Это вот было тогда давным-давно. Ну, я тебе скажу, вот первый, я помню, Гарвард, первый мой курс в Гарварде я взял, консалтинг-тулкит, про консалтинг. И вот у нас очень крутая группа была, всё здорово, и мы, как в Гарварде, там же всё обучение на кейсах основано. Мы разбираем первый кейс, стартап-компания, которая от 250 миллионов долларов взлетела до 450. Какие они ошибки сделали, что сделали правильно. И вот мы, с точки зрения консалтинга, разбираем, как им помочь. Я в перерыве подхожу к профессору, говорю, извините, пожалуйста, у меня в одном предложении не бьётся слово стартап и 250 миллионов долларов. Какой-то этот крутой, он говорит, ну это хороший стартап, то есть у него всё получается. Я говорю, хорошо, вот мы идём, у нас одна из целей, там, ближайшие пару лет, выйти в миллиард рублей. То есть, как бы звучит цифра большая, но в долларах это 16 миллионов долларов. 16 миллионов долларов, это что? Она говорит, ну, promising idea. То есть, что это, ну, обнадёживающая идея. И ты понимаешь, что все твои эти гигантские цели, это ниже дна у кого-то. В чём разница, такие гигантские разрывы в экономиках, восприятии, в чём? Да, да. Ну и Гарвард говорит, мы не про малый бизнес, мы очень уважаем малый бизнес, это очень тяжёлая работа, они очень нужны экономике страны, но мы про большое. Мы про большое. Там, где хорошо уже. Мы не про малое. Нет, это не обязательно бизнесы. Мы про большие идеи, мы про большое изменение, мы про большие проекты, мы не про малое. Поэтому я туда, поэтому, то есть, хочется возвращаться постоянно. И да, это стоит безумных денег по сравнению со всем остальным. Конечно. Конечно. Но я подсел, я не знаю, меня тянет обратно. Круто. Вернёмся к обычному нашему человеку. Нам надо как-то всё равно тащить свою страну наверх. Да, мы здесь живём. Как бы то ни было, да, и это наша родина, и нам надо что-то делать. Помнишь в этой фразе, я не помню, кто её автор, но скорость из кадра определяется скоростью самого последнего человека. И вот если всё наше общество, оно как бы тоже начнёт как-то развиваться, если мы, как предприниматели, можем помочь, и другие начнут развиваться, движемся дальше. Мы поставили миссию, видение, определили план, выбрали, то есть, я правильно понял ещё, точнее, можно учиться либо заходить через «хочу», либо через «надо». Через «надо», только через «привычки». Да, и то, и то, в принципе, сформируют некий костяк, и ты начнёшь это делать. Да. Окей. Как составить план обучения? С чего подходить? Из потребностей, из потенциальных возможностей, из миссий, из видений? Нет, из всего. То есть, смотрим под запрос, какой следующий проект я хочу сделать. Что мне по силам, до чего я могу дотянуться. И тут интересно, если ты прокачиваешься в своих границах, понимая, что мне по силам вот это, а вот это ещё не по силам, то ты становишься сильнее. А если ты выходишь за границу, если ставишь себе цель, которую ты не можешь физически выполнить, ты становишься слабее. Это как в физике. Да, если ты идёшь штангу тягать посильно, то ты качаешь мышцы, мышцы растут. Вот. А если ты берёшь штангу сразу 500-килограммовую, ты надрываешься на этом. И умираешь. И умираешь. Правильно ли я тебя услышал, что, ну, например, можно просто работать 8 часов и спокойно выходить с работы, да? А можно работать 9 часов, добавляя час к себе, чтобы что-то сильнее сделать, и это тебя будет развивать. Если ты этот час будешь тратить на саморазвитие. На саморазвитие. Оно само развивать не будет. Это нужно принять решение и целенаправленно чем-то заниматься. А саморазвитие, вот мы крутимся, крутимся, вот я никак не могу для себя зацепить. Вот всё-таки в каком месте оно у меня должно схватиться? Но самое простое, да, вот, это определить сильные стороны и их качать. А, сделаем простой свод аналог из себя, да? Просто, да, и понять, что вот эти мои сильные стороны, спросить, уточнить у своих друзей, читателей, знакомых, правильно ли я понимаю, что, то есть, или спросить у них просто в лоб, какие мои сильные стороны. Вот. Они вам скажут, куча слабых, игнорируем, да, нам нужны сильные. Сделали выборку и поняли, если это мои сильные стороны, когда вы начнёте их ещё сильнее прокачивать, у вас жизнь начнёт сильно меняться к лучшему. Потому что мир платит за выдающиеся, да, не за середнячков, не за тех, кто кое-как тащит, потому что надо, а в чём-то, в чём вы выдающиеся. Если вы в чём-то уже выдающиеся, и это сделаете ещё круче, ну, к вам будет очередь вставать за это. То есть, по большому счёту, мы сейчас уже тоже, вот сейчас я услышал, что это не просто так обучение, да, это вполне возможно со временем сформирует тебя как некого человека, обладающий определённым персональным брендом, и к бренду можно применить такое понятие, как капитализация бренда. То есть, можно ли сказать, что вкладывая в себя, ты инвестируешь в свою стоимость на рынке? Потенциально я бы согласился, потому что брендом, я считаю, если ты эксперт в чём-то, стоит заниматься после того, как ты вышел на уровень, не знаю, хотя бы миллиона долларов в год. Тогда можно начать заниматься брендом. До этого это в холостую. Ты пытаешься тюнить, я не знаю, колёса и выхлопную систему, когда у тебя двигатель маломощный. То есть, сначала нужно… Сначала деньги. Сначала деньги. Сначала деньги, а потом уже личный бренд. Тогда вопрос про деньги. Что такое деньги? Вот в нашем сегодняшнем мире… Ну, это обмен на ценность. Если ты научишься решать проблемы других людей с радостью, чем больше проблем ты будешь уметь решать, тем больше мир будет тебе за это платить. Вот и всё. Круто. Ну, то есть, например, даже если у врачей взять, есть терапевт, который может вылечить насморк, а есть какой-нибудь нейрохирург, который за это же время может починить какую-то серьёзную проблему в мозгу, например. Естественно, нейрохирургу почему-то платят больше денег. Вот помнишь наши вот эти вот 8 скачков, да? Ведь на самом деле сейчас, если чуть-чуть откатиться назад, мы говорили про 21 век, мир очень быстро меняется, да? И вот эти 8 скачков говорят о том, что и в компании люди приходят не на 20 лет, не на год, может быть, 2, да? Конечно. 3,7. Да, 3,7. И вот этот пока ещё очень сильный подход к работе по найму, он же тоже внутри несёт свою некую капитализацию. Что такое капитализация человека, работающего по найму? Уровень его зарплаты, сколько ему готово платить? Ну, это как следствие, потому что уровень зарплаты всегда подтягивается на уровень навыков. То есть, если вы на сегодняшней работе, да, вам больше не платят, вы возьмёте на себя большую ответственность, и будете доводить какие-то крупные проекты до конца, даже если вам будут платить минималочку, да, то обязательно вокруг вас найдётся какой-то человек, который скажет «О, приходи, да, 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 я тебе дам в два раза больше денег, а давай ты тоже самое будешь делать для меня». Но при этом люди не смотрят на ваш потенциал, люди смотрят на вашу историю, на то, что вы уже сделали. Поэтому если вы научитесь делать проекты, в которых вовлечены тысячи людей, и научитесь делать это успешно, то найти человека, который вам за это будет больше платить – это техническая задача. Слушай, а вот вопрос интересный. Сначала вот ты думаешь про деньги, вот сел человек, так, мне мало платят, хочу больше, давай-ка я пойду сейчас начну больше учиться. Или наоборот, мне скучно, мне интересно, я хочу что-то делать, буду делать, а деньги сами придут. Деньги сами не придут. Не придут. Надо как бы ставить цель, да? Ну, это просто не цель, надо хотя бы в этом разрезе начать думать, какую ценность я несу миру, как я могу эту ценность удвоить, а потом, как я могу часть этой ценности кэшбэк сделать себе, монетизировать. Слушай, вот возвращаясь к нашему маяку про миссию, а в миссии должен быть кусочек какой-то про деньги или видень, где вот… Может быть, необязательно, но может быть, да. А что деньги? Это вот… Это обмен. Мы чем меняем? Мы же сейчас не это самое, не то, что вот я вырастил три яблока, давай поменяю на куриную ногу, да? Ну, то есть, мы меняемся опосредованно через деньги. Нам платят за ценность, которую мы несём миру, а потом мы за эти деньги что-то в обмен можем получать. Слушай, это круто, я хотел чуть-чуть поглубже спросить, знаешь, вот о чём? Большинство людей… Вот сейчас в России, кстати, идёт финансовая грамотность, да? То есть, люди просто элементарно финансово неграмотные. Я почитал отчёт… Да, это выгодно большим компаниям, чтобы мы были неграмотными. Огромное количество людей, особенно, знаешь, малообеспеченных попали в зависимость к разным пирамидам финансовым, там… К банкам, например. Да, к мигрофинансам. Далеко ходить не надо. Далеко ходить надо. Но речь о чём? Научиться относиться к деньгам как к активу, уметь ими управлять, запустить их в свою жизнь, перестать стесняться, да? Вот это всё где вот оно у человека? Как это вот… с чего простому человеку начать уважать, управлять деньгами? Ну, во-первых, надо понять, что нет большого папы или мамы, которая за вас будет думать и за вас будет помогать вам принимать решение, чтобы вам было лучше. Хотите, чтобы вам было лучше? Человек, который вам поможет, находится у вас в зеркале. Вы сам, да? Ну да. И всё. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Когда ты начинаешь в этой рамке смотреть на мир, ты понимаешь, хорошо, что я могу сделать, чтобы улучшить положение себя и своей семьи. Но тогда принимаешь другие решения. Понятно, чему обучаться, что ты не знаешь. А если что-то не знаешь, а где можно это узнать? А кто это уже знает? Да, ну, то есть, ты начинаешь какие-то книги читать, лекции на YouTube смотреть, там, на вебинарах. Ну, то есть, как ты начинаешь двигаться? А где вот этот вот щелчок, который происходит, после которого люди начинают? Вот мы говорили, что много спят. Обычно сильно начинают, когда пропало то, что есть. Когда у человека кризис, личный или там, не знаю, в компании или в стране. В обычной, в комфортной атмосфере, когда всё у тебя хорошо? Нет, никто ничем не думает. Большинство людей не думает. Потому что двигаться вперёд – это тоже привычка. У меня, я думаю, есть такое понятие, как вот акула, ей нужно двигаться, чтобы жить, а у неё через лёгкие по-другому вода не проходит. Мне кажется, есть определённый склад людей, которым тоже нужно постоянно двигаться. Слушай, ты знаешь, очень интересно. Я, когда ещё в своё время корпоративной карьеры пришёл к своему одному собственнику, он очень известный сейчас человек, он говорит, слушай, в компании двигают голодные люди. И если в компании 5-10% голодных людей, это значит нормально. Если их меньше, она вперёд двигаться не будет. Голодный он имел в виду не столько про деньги, наверное, он про что-то другое. Не только про деньги. Не только про деньги, да. Про ценности чуть-чуть, ещё второй, третий какой-то пласт. Они где? Они рядом, они внутри, они фундамент. Как их найти? Нужно ли их искать? Ну, ценности – это то, что на границе между тобой и миром. То есть, когда ты понимаешь, ага, вот это я буду делать, это не буду, а почему? И вот ты говоришь, потому что это для меня ценно. Вот если то, что для тебя ценно, начинаешь это записывать. Сначала люди записывают ценности из головы. Ну, я думаю, для меня ценно семья, а я думаю здоровье, а я думаю там что-то ещё. То есть, они как-то пишут, ты свои ценности пишешь, а потом есть проверка на жизнеспособность этих ценностей. Ты берёшь свой календарь и смотришь по этим ценностям, сколько времени ты вложил за последний месяц или три. А потом ещё сложнее тест. Ты открываешь свою программу банковскую и смотришь, сколько денег ты потратил на эти ценности. Куда ты тратишь деньги? И ты понимаешь, что какие-то ценности, которые для тебя ценные, ты в них ничего не вкладываешь и, соответственно, ничего не получаешь. Значит, это не так сильно ценно. И либо это нужно принять, что сейчас, на сегодняшнем этапе жизни, эта ценность для меня не так сильно важна. Либо сказать, не-не-не, начать что-то менять. То есть, получается, вот эта картина, которая сложилась у человека в настоящий момент, которая является некой предтечей прошлых решений сегодня, он может сказать, «О, слушай, да, вот у меня сегодня такие ценности, но я понимаю, что вот с учётом миссии, видения, потребностей мне надо другие». И можно встраивать какие-то новые или вытаскивать, там, приоритизацию внутри делать. Ну, конечно, можно. Ещё одна вещь, что очень сильно помогает… Ты извини, что это такие тупые вопросы. Да, не-не-не, проблема. Чтобы понять всегда. Для общего понимания очень сильно помогает мысль, что проблема, которая у нас есть, это не проблемы, это логические следствия наших решений или действий. Или недействий. То есть, если человек говорит, блин, я вот не могу никак миллион заработать, вот, а он работает в пятёрочке кассиром. То есть, логично, что у него никак не зарабатывается миллион. То есть, это не проблема, это логичное следствие, да. И ты, когда понимаешь, что все твои проблемы – это просто логика, ты начинаешь, значит, надо что-то другое делать. Значит, надо в другую сторону идти. Чтобы в другую сторону прийти, надо начать ходить в другую сторону. Слушай, как раз ещё из этого темы, да. Многие ставят цели. И цели, знаете, что-то какие. Я хочу дом на море в Ницце. Там, да, сам, ну, как бы, квартиру снимать. И вот, а потом расстраиваются, переживают, что цель не достигается. Это же тоже, вот, как бы, самообман. Ну, никакая цель не достигается. Это первое. Второе, как мы уже говорили, три ведра, да. База, улучшение, идеал. Если ты снимаешь квартиру, базовая цель, наверное, квартиру купить. Да, хотя бы какую-то. Да, да, да. Потом следующее улучшение – купить нормальную квартиру, да, а потом уже идеальную в Ницце, там, и так далее. То есть, просто разбиваешься на шаги, идёшь пошагово. К сожалению или к счастью, жить в иллюзиях проще. То есть, проще мечтать о королеве, о миллиарде долларов, о полёте на Марс, о Бентли, о доме в Ницце и так далее, и так далее. И ничего при этом не делать, потому что в голове ты всегда прав. Но вот чем сильнее угол иллюзий, тем сложнее тебе будет жить физически, потому что жизнь будет вносить свои коллективы. Буквально на секунду занырну к тебе. Вот в последнее время у тебя реализовались многие твои желания, которые ты давно… Реализовались, да. Да. Сами по себе. Я знаю, что это очень большой труд, и по сути это всё только ты сделал. Никто тебе не принёс, и ни у нас, ни у тебя, ни у меня нет папы, мамы, которые бы нам что-то сделали. Скажи, пожалуйста, вот это вот состояние, когда ты постепенно достигаешь поставленные цели. Даже в материальном мире. Там машина, квартира, дом. Вот что ты чувствуешь? И что тебе это даёт? Кайф. Это всплеск эндорфинов. Но я понимаю, что этот кайф конечный. То есть, от первой машины… Это тот самый pleasure, да? Да-да-да. От первой машины у тебя огромный кайф, от второй уже так себе, от третьей ты думаешь, блин, и ты там через два дня уже ищешь следующую. То есть, всё относительно в этом плане. Но кайф, что ты смог, что ты запланировал и смог. И всегда самое интересное перед каждым, вот каждая мечта, которая для тебя огромная, когда ты уже на 98% около неё, в голове возникает, может быть, другое, может быть, что-то ещё, а зачем я отращу деньги? Дорого. Да, дорого, глупо и так далее, и так далее. Но не вовремя. Но фишка в том, чтобы не слушать внутренний голос и пойти пройти это. Просто ради опыта, просто чтобы понять, ага, я могу. И тогда дальше можешь, если ты не понравился, делать что-то по-другому. Но хотя бы ты… фишка перестать это хотеть, чтобы это перестало владеть твоей жизнью. То есть, надо просто реализовать и пойти дальше. Да, чтобы просто понять, что… Это про что, вот ты сейчас говоришь, это про управление внутренней энергией? Да, конечно. Потому что, когда ты упрощаешь свою жизнь, энергии появляется больше. Хотя нас учили по-другому. Нас учили, если ты работаешь 8 часов и зарабатываешь 40 тысяч рублей, то если ты будешь работать 12 часов, то можешь заработать 60 тысяч рублей. Логично, правда? Да, да. Но в какой точке эта логика ломается? Потому что, во-первых, спать надо всё равно иногда. А во-вторых, рост не линейный никогда. Работать надо не больше, а умнее. И задача найти те точки роста, которые дадут именно тебе рост. Не для всего человечества, а именно тебе в твоей ситуации. Я вот себе ещё записал несколько, два самых главных момента, мне кажется. Вот про энергию. Энергия в жизни современного человека. Насколько это важна? Как ты управляешь? Как ты подошёл? Я убрал всё, что мешает. Что такое мешает? Ну, смотришь, если какие-то действия приносят энергию, какие-то забирают. То, что забирают, убираем. То есть, просто отключать. Просто на кого-то аутсорсим. А вот внутренне, что ты делаешь? Там питание, гимнастики, спорт. Вот откуда ты качаешь энергию в своё время? Да, первое – это быть в потоке, то есть, заниматься любимым делом. Это второй pleasure 2, да? Да, да, да. Счастье 2. И счастье 3. Да, должно быть смысл. Тогда, если ты осмысленно делаешь действие, то они приносят… Фишка в том, оно приносит тебе энергии. У тебя в конце действия энергии больше, чем до. Вот ещё один приз. То есть, ты как бы вкладываешь, да? Да. Ты чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. То есть, получается, всегда с положительным обменом. И непрокаченные зоны, например, ты вкладываешь туда, ты получаешь меньше. Потому что ты ещё не выстроил базу, да? Ты ещё не вышел на уровень прокачки, и у тебя ещё там фрустрация, или обесценивание, или ещё, или аддикция к вредному чему-то. И это забирает энергию. То есть, нужно понять – ага, у меня сегодня вот что-то забирает энергию, надо с этим что-то делать, а что-то приносит, и надо этого делать больше. Класс. Люди. Насколько сегодня успешному человеку, который хочет двигаться вперёд, в рынке быть, учиться, важны люди в жизни? Какие люди? Ну, ни один миллиардер не заработал миллиард в одиночку. Я проверял. Мне очень хотелось найти, что кто-то сел за компьютер, всё-таки 21 век, да, и на компьютере себе там что-то напрограммировал. Ни один человек, ни Facebook, никто не сделал себе миллиард в одиночку. Поэтому такого не бывает, придётся это делать с людьми, придётся это делать с командой. Я даже больше скажу, что по моему опыту и опыту моих учеников, ни один эксперт не вышел на уровень миллион долларов в год в одиночку. Нужна команда, нужна три человека, даже она может микрокоманда, три человека, пять человек, восемь человек, не больше. Но нужна команда единомышленников, которые помогают двигаться дальше. А вот не про человека, который, вот обычный человек, который, я имею в виду круг значком их, общение, нетворкинг. Вот помнишь, раньше была очень популярна эта книга, там, «Никогда не ешьте в одиночку». Да, да, да. Вот сегодня, вот даже, ну ладно, мы с тобой в мегаполисе живём. Вот простой, обычный молодой человек, ну не молодой, допустим, нашего возраста, он хочет как-то что-то в своём небольшом городе делать. Как ему использовать современные методы? Интернет. Чувствовать не стесняться. Ну, то есть, есть фейсбук, есть вконтакте, есть куча других, есть инстаграм, есть огромное количество других социальных сетей, пожалуйста, выражай свою точку зрения, находи единомышленников, с ними объединяйся, что-то делай. Единственное, что в России и вообще в бывшем Советском Союзе очень сильно действует теория ведра с крабами. Это что такое? Когда кто-то начинает делать что-то другое, его крабы назад утаскивают. Потому, что это вот, если краб пытается вылезти из ведра, его другие крабы назад утаскивают. А, утаскивают. Да, да, да. И вот у нас часто, когда человек начинает заниматься своей жизнью, вокруг все начинают говорить, куда ты лезешь, это не твое, хорошо не жили, не надо начинать, и так далее, и так далее. То есть, просто человек бросает курить, ему все пытаются дать покурить. Почему? Человек говорит, я больше не пью, и это как спорт. Все наливают. Да, нет, ты со мной, ты меня не уважаешь, ты выпей со мной, и так далее, и так далее. Кстати, твое отношение к алкоголю, к курению? Я считаю, то есть, сугубо индивидуально. То есть, я не курю, я иногда могу себе позволить себе пол сигара, например, но нет, бокал вина. Но я считаю, что если к этому аддикция, с аддикцией надо что-то делать. Причём? Даже лайтовая аддикция, они всё равно аддикции. То есть, пить, курить и пытаться строить… Это способ снизить уровень стресса. А люди, которые пытаются снизить уровень стресса и убежать от него, всё-таки это побег от реальности какой-то. Когда ты убегаешь от реальности, реальность становится сложнее. Опять ответственность, да? Сложнее, да. Нужно учиться справляться с сегодняшним уровнем стресса, потому что чем дальше ты растёшь, тем сложнее будут твои проблемы. Супер. И в завершении, мне очень понравился твой пост, я тебя читаю постоянно в инстаграме, когда успеваю лайк, сейчас удобно стало, кликнул всё. Мне понравился твой пост один был про чужой успех, что люди у нас не радуются чужому успеху, а пытаются как-то, знаешь, их начинают коробить. Или вот есть отличный фильм «Статус Бреда», где он, взрослый мужчина, начал переоценить свою жизнь, смотрит на своих одноклассников, а потом понял, там финал класса не буду рассказывать. Вот как человеку заряжаться от чужого успеха? Как это научиться воспринимать других радостно? Ну, во-первых, найти человека, который радуется чужим успехом. Первое, да, нужна быть какая-то модель перед глазами, потому что… То есть, с чего-то надо брать пример. Конечно. Самому это, ну, то есть, это будут очень… это люди, которые никогда в жизни не улыбались, начинают улыбаться. Или, знаешь, когда там, не знаю, в какой-нибудь в магазине «Пятёрочка» или «Дикси» их заставляют улыбаться, и вот косирша, которая 12 часов смену отработала, она говорит, «Спасибо, приходите, и вот эта улыбка вымученная, ты вот так не надо, ну, то есть, так радоваться успеху не надо, ничего хорошего не будет». Время пролетело очень быстро, осталось там буквально три минуты. Спасибо большое за приглашение. Скажи, пожалуйста, вот всё же, поделись вот своим внутренним ощущением, вот представь, что мы, как бы там, у тебя… ты как папа, да? А вот, ну, ты же папа по-настоящему… Да, у меня у сына вот был. Мне, кстати, сегодня у дочки днём рождения. Поздравляем тебя. Да. Вот, по-хорошему, да, вот если бы была возможность что-то изменить в представлении человека о самом себе, о желании развиваться, о желании учиться, что бы ты пожелал вот такого, в мир вот такого? Понять, что с миром всё окей, что с тобой всё окей, с миром всё окей, и просто хочется сделать себя лучше. Когда начинаешь в своих границах развиваться, мир становится лучше. А когда пытаешься людей менять, насильно тем более, да, мир почему-то становится хуже. Поэтому, ну, наверное, стоит начать с себя. Спасибо тебе огромное, Андрей Парабеллом. Мы сегодня говорили о том, как важно человеку учиться, как развиваться, что в жизни нет сейчас стабильности школы, института работы, что всё очень, я не знаю, как это, вукообразно, да, и старайтесь быть самим собой, надо брать ответ за себя. Конечно. Да, быть ролевой моделью, читайте успешных людей, в хорошем смысле слова, вот этот успешный успех, он тоже заряжает. Ведь, ты знаешь, я недавно прочитал одну фразу, что любая книга про успех ведёт к успеху, надо просто что-то делать. Это точно. Поэтому спасибо тебе огромное, желаю тебе учиться, набрать все твои, как это, семь восьмитысячников, да, семь своих университетов, и давай приходи через год, сделаем её регулярно, будем рассказывать, какие результаты сейчас, какие новые тренды, и что каждый год будем много, что-то для того, чтобы человеку становиться актуальнее, лучше, счастливее, потому что мы должны быть счастливы, потому что мы в прекрасной стране живём. спасибо тебе огромное. — Спасибо большое. — Пока. — Пока. — Америка Субтитры создавал DimaTorzok